Уважаемый товарищ президент, для назначения на руководящие должности в местных уровнях исполнительной власти предлагается 11 кандидатов. В частности, власовец Александр Андреевич представляется на должность главы администрации Ленинского района Бреста. Грищенко Вячеслав Викторович представляется на должность председателя Брасловского районного исполнительного комитета. Горячик Сергей Александрович представляется на должность председателя Шумилинского районного исполнительного комитета. Садовский Сергей Сергеевич представляется на должность председателя Ушачского районного исполнительного комитета. Козел Дмитрий Иванович представляется на должность первого заместителя председателя Гомельского областного исполнительного комитета. Моторас Александр Васильевич представляется на должность председателя Добрушского районного исполнительного комитета. Белыш Евгений Викторович представляется на должность председателя Кармянского районного исполнительного комитета. Встречина Ирина Петровна представляется на вакантную должность председателя Дребенского районного исполнительного комитета. Герсименко Эдуард Николаевич представляется на должность председателя Чаусского районного исполнительного комитета. Малышевский Олег Викторович представляется на вакантную должность председателя Череговского районного исполнительного комитета. Дубинчик Андрей Викторович представляется на вакантную должность главы администрации Ленинского района города Бобруйска. Товарищ президент, проверка всех указанных должностных лиц проведена, в том числе с выездом на место сотрудниками администрации. Совсем проведены беседы и изучение обстоятельств, препятствующих назначению не установлено. Новый штрих при назначении. Мы абсолютно, и я прежде всего на этом наставил, не отвергаем людей военных в вертикали власти. Военных я имею ввиду людей погон, и милиционеров, и армейцев, и чекистов, неважно. Главное, чтобы был хороший управленец. Это главное сейчас. Ну а есть человек толковый, а я абсолютно убежден, вы умные, толковые люди. Вот если человек толковый, он всегда найдет, кем себя окружить. Я имею ввиду профессионалов, которые хорошо понимают сельское хозяйство, промышленность, сферу услуг и так далее. Бизнес, предпринимательство. Во-вторых, это видно по лицам присутствующим, по вашим биографиям. Вы люди опытные. Это самое главное. Последнее время в обществе наметился определенный крен. Вот молодежь во власть. Это неправильный подход. Должны быть опытные профессионалы. Можно быть опытным человеком и в 38, и в 40. Если ты хочешь что-то сделать, ты сделаешь. Поэтому вам просто советую при подборе кадров опираться на истинных, нормальных, патриотичных, крепких людей со стержнем. Мыло и размазни у вас не должно быть. Среди подчиненных, среди ваших коллег. Ни в коем случае не щелкайте каблуками и не отвечайте на постановку задачи начальникам вопросом, чего изволите. Вы люди, обладающие властными полномочиями, наделенными президентом страны. В этом суть нашей сегодняшней встречи. Вы получаете от первого лица в государстве, главы государства, власть в свои руки. Поэтому вы не должны быть безмолвными исполнителями. Хотя исполнительская дисциплина – это краеугольный камень руководства человека любого уровня. Председателя райисполкома, главы администрации, губернатора, члена правительства. Исполнительская дисциплина касается, что вы образцом должны быть для подражания других, кто вас только видит, не только подчиненным. А во-вторых, исполнительская дисциплина – это когда принято решение после долгих обсуждений, мучений, возражений. Вы должны уметь это еще раз-полтораю слушать своих подчиненных. Вот когда вы крестовали за нарушение, на исполкоме вы это решение утвердили, или вы единолично отдаете распоражение вами выстраданное. Вот оно должно исполняться беспрекословно. Перед вами будет стоять много задач. Но главная задача, что вы придете в конкретную низовую ячейку нашего общества, район. Там все происходит, там люди, на которых опирается государство и президент в том числе, там наше все. Я вам желаю не на лома дров. Я всегда исходил и исхожу из того, что человеку, какой бы он ни был, надо дать шанс. Человек должен показать, что вы ему дав шанс, а он воспользовался этим шансом. Нет? До свидания. Я еще раз говорю, никакой размазни не должно быть в органах власти. Время очень сложное. И дело не только в санкциях и давлении, гибридной войне, которая развязана против нас. Суть этой войны заключается в том, что против нас воюют в средствах массовой информации, в политике, дипломатии, в экономике. Ну, во всем вот просто подошли к горячей войне. Вот нет только горячей войны. Ну, может, они что-то еще придумают, воспользовавшись, как сейчас, беженцами, самолетами. Повод можно найти. И не важно, что этого не было. Вот как с самолетом. Ну, пожалуйста. Все приехали, комиссия, посмотрели. Так уже год прошел. После этой комиссии пока ничего не готовы заявить. Ждут каких-то толчков, моментов. Поэтому они найдут, за что уцепиться. Главное, чтобы вы понимали, что вот эта цепь от моря Балтийского до Черного моря – это давний замысел наших врагов и противников. Просто они подобрали этот момент. Посчитали, что вот-вот-вот все. Сейчас можно замкнуть Балто-Черноморский этот пояс. Как его раньше называли санитарным кордоном. А в прошлом году он уже не был как цель санитарный кордон. Надо было под Смоленск зайти и создать уже блок, а не санитарный кордон между Европой и Россией. Это уже ушло. Нужен мощный блок. Никакого санитарного кордона. Надо огромный плацдарм для того, чтобы припереть Россию к Уральскому хребту и начать свое давление и наступление на Россию. Так получилось, что мы оказались выступом, балконом в этом замысле. В прошлом году его пытались срезать силой. Не получилось. Вот сейчас полномерно, целенаправленно наращивают усилия. Столкнулись еще раз. Ну в течение года пандемия и прочее этому способствовать тоже не получилось. Сейчас идет перестройка. Сейчас они через определенные структуры, не буду их называть, они начинают аккуратное переформатирование оппозиционного этого крыла в Беларуси. Ищут на кого сделать ставку и опору. Они нашли на кого, чтобы он был терпим для России, как они рассуждают. Все на Западе пишется, чтобы он с Западом управлялся абсолютно. Но весь смысл в том, что опору они хотят осуществить на беглых. Категорически неприемлемо. Никакой оппозиции в Беларуси из числа беглых быть не может. Сбежал, там и сиди. Удалось тебе вернуться и как-то сюда устроиться? Общество, не во власть. У них главная цель сейчас протащить своих во власть. Я не скажу, что мы уже вычистили всех там, как мы их часто называем, оппы, бочебешников и так далее. Я не скажу. Вам еще придется присмотреться к этим людям. Для вас это, может, не так важно. Это важнее для Бреста, для Минска. Там у вас люди в основном крепкие. Но, тем не менее, вы должны давать себе отчет и понимать, что многие из власти, кто сбежал, сейчас фейками забрасывают страну из-за границы, кто убежал, но спрятался под плинтус. И они понимают, что опять надо вот эта волна, чтобы к нам внедриться. Все правильно. Поэтому будьте аккуратны в подборе людей, в свои команды, в те структуры власти, которыми вам придется управлять. Но еще раз говорю, будьте аккуратны. Не надо устраивать охоту на ведьм. Не надо во всех видеть врагов. Ведь очень много было заблудших. В ближайшее время мы опубликуем масштабные социологические исследования. Мы брали разные коллективы трудовые и закрытым образом изучали мнения. И люди отвечают закрыто на многие вопросы. Общество, по первичной информации моей, сильно изменилось после прошлого года. Люди многие увидели, чего стоят эти, которые во власть стремились, Что они хотели сделать в Беларуси. Ну, просто каждый день вам и многим другим дает основания говорить о том, Что мы бы допустили громаднейшую ошибку, если бы потерпели поражение в прошлом году. Страны бы просто не существовало. Если бы они на одни сутки пришли к власти, Здесь бы уже блок НАТО стоял под Смоленском. Достаточно сутки захватить власть и позвать сюда иностранные войска. Да. Конституция позволяет президенту это сделать. Был бы их человек, он бы этим воспользовался. Законно? Законно. Вот почему пытаемся подровнять как-то конституцию. Не нужно сегодня сосредотачивать такую власть у одного человека в руках. Это не середина 90-х, когда катастрофа была. Вы помните. Никто не знал, что делать и куда идти. Был риск, да, отдать одному человеку такую конституцию в руки. Но вроде мы ничего там сверх вредного для народа не сотворили. А создали государство. И вот нам надо его защитить. И надо уйти от большой концентрации сейчас власти в одних руках. Будто у меня, у кого, неважно у кого. У будущего президента. И общество требует перемен. Поэтому нам нужна новая конституция, А не потому, что эта конституция нужна Лукашенко. Слушайте, Лукашенко уже наелся этих конституций. Власти и всего прочего. Сейчас вопрос не у Лукашенко, А вопрос сохранения стабильности в нашей стране. И в этой сложной ситуации вы все будете на послании президента народу и парламенту, Которое, я полагаю, в январе. Там мы должны, несмотря на сложный период, Несмотря на то, что надо обеспечить стабильность, заглянуть вперед. Страна должна развиваться. Чего бы нам не стоило. Нам спокойной жизни не будет. Но и успокоиться, сидя, и ныть плакать о том, что вот нас душат, нам бы выстоять и так далее, Это не наш подход. Поэтому, подбирая людей, анализируя ситуацию, будьте очень аккуратны. Не должно повториться, как это было в 30-х годах. Оно не так было, как пишут сейчас. Но тем не менее. Махнули косой. И неважно, кого зацепили. Нельзя идти лоб в лоб. Белые, красные и пошли один на одного. Ни в коем случае. Надо аккуратно, терпеливо разбираться. Людей, которые являются нашими противниками. Не то, что думают иначе, а противниками. Их всегда, вы же знаете, у нас было около 10%. Да, мы с ними, может быть, слабо работали и так далее. У них появились дети. Не все они предатели и вредители. Многие ребята там, девчонки, оппозиционеров, ну, имеют свою точку зрения, возможно. Но они работают в стране. Поэтому надо очень аккуратными быть. Но и самоуспокаиваться нельзя. Ты оппозиционер? Пожалуйста. Иди в оппозицию, чтобы люди видели, что ты оппозиционер. А это власть. Ты в оппозиции к власти. Высказывай свою точку зрения. Люди просвещенные, если я сейчас задам вопрос, перечислите по пунктам, чего хотят наши оппозиционеры. Ну, кто-то может один-два пункта назовут и все. А мы ведь говорили. Помните, разрыв союза с Россией, приглашение сюда НАТО, церковь переформатировать, русский язык запретить и так далее. Они это прячут сейчас. Это им невыгодно, потому что, как показывают эти социологические исследования, которые мы сейчас получили, люди поддерживают тот курс, который мы сегодня проводим. А к власти прийти же надо как-то. Борются против этой конституции. Слушай, а что вы боретесь? Ну, не проголосуют народ на референдуме из-за изменения в конституции. Останется эта конституция? Останется так, как есть. Поэтому чего хотят? Вернуться к конституции аж 1994 года. Они как-то притихли. Теперь опять говорят, 1994 года, когда было безвремение, когда, в общем-то, никто ни за что не отвечал, когда каждый был сам себе начальник. Для чего? Прозрели. И западники поддерживают. Да, вернемся, будет хаос небольшой, но поделим собственность. А потом власть переформатируем и придем к тому, что есть при Лукашенко. Вот такой круг они хотят совершить. Но это надо ручка. У нас это не пройдет. Об этом мы будем говорить в январе. Еще многое поменяется. Пусть за этот месяц, но очень многое увидите. Многое поменяется. Мы увидим вот эту развязку от Черного до Балтийского моря, к чему придем. Россия ярлык повесили, что она собирается напасть на Украину. Ну, надо же, повод для того, чтобы молотить Россию. Вот они повесили этот ярлык. Хотя никто в России не собирается нападать на Украину. Россия прекрасно видит, что творится в Украине. И то, что там творится, и то, что планируют натовцы и американцы там, это неприемлемо не только для России, но и для нас, потому что мы тут рядом. Поэтому какие-то развязки, я думаю, очень большие будут и после Нового года. Ну и санкции. Конечно, ничего хорошего в этом нет. Но чтобы сегодня уже легче сложить руки на груди и умирать, причин для этого нет. Но, я вам больше скажу, мы же осуществляем власть. Даже если бы были причины умирать, мы все равно должны жить, чтобы не умерли другие. Поэтому, смотрите, у каждого есть зона ответственности. Будто в Бресте район, будто в сельский район, где вы будете в основном все работать. Это ваша зона ответственности. Это ваше все. И вы должны там сделать максимум для того, чтобы люди имели работу. Кто старается работать, получает больше. Кто лоботряжничает, тот свое получает. И тогда никто нас не сковырнет.